Привет всем на канале Нотик! Сегодня у нас обзор ноутбука редкого гостя в нашей студии Это Gigabyte P57X V7 Интересная игровая машинка И посмотрим на нее что она умеет Опа у нее кстати интересно привод спереди расположен И с ним связана интересная особенность о которой чуть позже Дисплей здесь 17,3 дюйма 1920х1080 IPS матовый дисплей Здесь 17 дюймов IPS Это очень хорошее сочетание А то еще мода пошла ТН-ки ставить Работает на Intel Core i7 процессоре И GTX 1070 здесь видеокарточка Это не MaxQ Design это полноценная 1070 карта Крышка легко открывается одной рукой Вот такой вот максимальный угол раскрытия крышки Весь корпус у нас сделан из пластика матового Отпечатки пальцев не сильно остаются Легко стираются В общем то он достаточно тонкий и легкий Для семнашки То есть бывают более толстые версии Достаточно компактные Привод вот как я уже говорил спереди расположен Ну и посмотрим что здесь есть еще интересного Начав как всегда с портов и коммуникации Провод периодически выскакивает сам когда случайно нажимаешь Когда вот так его крутишь Но с этим можно легко справиться Итак здесь достаточно большое количество портов Но ничего супер уникального здесь нет Type-C есть Есть мини дисплей порт VGA, HDMI Привод спереди Толщина 31 мм И вес 3,4 кг Работает это дело на процессоре Intel Core i7 7700HQ Базовая частота 2,8 На 4 ядра будет 3,4 ГГц И всего на одно ядро если нагрузку давать То будет 3,8 ГГц Но в жизни таких сценарий практически не встречаются А видеокарточка GTX 1070 С 8 гигабайтами видеопамяти GDDR5 Повторюсь это не MaxQ дизайн Это полноценная 1070 И по производительности она все же значительно мощнее Чем свои MaxQ аналоги То есть несмотря на заверение Nvidia Что видеокарты в дизайне MaxQ будут примерно такие же по мощности Это на самом деле ну не совсем так Все таки MaxQ дизайн Это снижение производительности довольно ощутимое Здесь повторюсь она полноценная И учитывая что ноутбук для семнашки Достаточно тонкий Чуть меньше 3 сантиметров Там 2,9 Это достаточно мощная и хорошая платформа То есть здесь полноценный процессор Полноценная видеокарта Все это в современных играх В Full HD разрешении На ультра настройках Абсолютно любые игры здесь прекрасно себя чувствуют Если в 4К играть на внешний монитор Там выводить или в VR например То конечно на ультрах это работать не будет Как и везде Но на средних настройках вполне себе будет нормально Кстати вот на примере Watch Dogs 2 Хорошо видно разницу между MaxQ дизайном и обычным Посмотрите мои предыдущие видео Там как раз были ноуты с MaxQ И вот там на Watch Dogs 2 было примерно 35-40 кадров А здесь у нас уже 50-45-60 То есть здесь ощутимо больше FPS Хотя видеокарта имеет одну и ту же маркировку И там и тут 10-70 Но вот повторюсь всегда уточняйте MaxQ это или не MaxQ Wolfenstein новая кстати очень веселая игра Всем ее рекомендую Прям с удовольствием я в нее поиграл Здесь также на ультрах отлично бегает Ну и дальше всех интересует А как с температурами? Ну для этого мы запустим Mass Effect Andromeda Это плохая игра В нее играть не рекомендую никому Но тем не менее она графонистая И она дает хорошую нагрузку И слева можно смотреть на температурки И на частоту процессора В целом он не то чтобы холодный То есть там на пиках бывает 90 градусов Но свою заявленную частоту То есть с турбобустом Вот 3.4 ГГц на все 4 ядра Он вполне уверенно держит Причем у меня заюзанный такой довольно таки сэмпл То есть здесь конечно не супер холодный Но перегрева здесь не наблюдается Теперь экранные углы обзора Full HD 1920х1080 17.3 дюйма IPS панель Дальюсь это достаточно хорошо Потому что сейчас мод какая-то пошла Ставить ТНки там 120 Гц 3.5 мс отклика Я это все не очень люблю Я это не понимаю Я не вижу это вот своим глазом А вот хорошие углы обзора У IPS панели я вполне неплохо вижу Не обращайте внимания что все желтое Это кино такое Оно кстати довольно затейное Мне понравилась там просто сцена Она вся желтая Ну снято так в общем Что мне не очень понравилось У этого ноутбука Это его акустическая система У него всего 2 динамика по 2 ватта На мой взгляд для геймерской семнашки Это маловато То есть басов здесь не хватает Не хватает объемности звука И вот звук меня разочаровал А экран вполне себе хороший Для геймерской машины То есть я экраном остался доволен Рабочая область Как и весь корпус Выплана из матового пластика Здесь уже отпечатки пальцев Чуть получше собираются Чем на крышке Чаще все это трогаешь Кнопка включения наверху По бокам 2 прорези Это не динамики Это отверстие для дополнительного забора воздуха Сама клавиатурка С цифровым блоком И она вроде как геймерская Но честно говоря Я ее тоже в минус запишу Потому что на геймерских ноутах Я видал клавиатурку получше Она и закреплена здесь не так чтобы идеально То есть она все таки ходит ходуном И у клавиш ход достаточно маленький То есть на геймерских машинах Я предпочитаю кнопочки повыше Скажем так Чтобы у них поглубже ход был А здесь он такой плоский То есть не особо геймерская Она эта клавиатура Вот максимум что-то в SD подкрасили И все А так она вполне обычная Как у офисных ноутбук Имеется светодиодная подсветка Белого цвета Ее подробнее можно было наблюдать Когда я углы обзора показывал Но вы наверное видели Тачпад большой Нажимается в любом месте Отдельных кнопочек у него нет То есть это кликпад В любом месте можно нажимать Температура рабочей области на экране Что очень хорошо Это то что в SD прохладное А в центре 40 градусов Ну это ощутимо тепло Донышко Ну донышко как и следовало Ждать также из черного пластика Вентиляционные отверстия Вот здесь вот располагаются Для забора воздуха Снизу прорезь для динамиков И вот здесь вот находится Очень интересный рычажок Который в положении Защелкнуто-отщелкнуто С помощью него можно вытащить DVD привод Который на самом деле В наше время не особенно когда нужен И вставить вот такой вот Идущий в комплекте Что парадоксально В комплекте идет контейнер Для жестких дисков И сюда можно установить SSD или жесткий диск То есть это достаточно круто Обычно такую щедрость Предварительно не делают Это я очень хвалю гигабайт Это классно Дальше раскручиваем все винты И крышка достаточно легко снимается То есть внутрь попасть здесь легко Винтов много Но легко крышка снимается У меня проблем не возникло Дальше у нас батареечка Здесь батареечка 6830 мАч Или 75,81 Вт часа Ну ноутбук естественно Как и все игровые На дискретной видеокарте Ну 2,5 часа он в тесте чтения проработал То есть это Автономно здесь Никакой роли не играет Два слота под оперативную память В нашем случае 16 гигабайт DDR4 Дальше у нас жесткий диск На 1 терабайт 7200 оборотов в минуту И как вы помните Мы можем установить Второй жесткий диск Или твердотельный накопитель Вот сюда То есть здесь тоже SATA 3 И сюда можно установить Ну я бы хард установил еще один А вот здесь вот у нас Установлен твердотельный накопитель На 256 гигабайт Здесь комбо слот SATA 3 или PCI Express Но вот в нашем случае Именно твердотелка Стоит SATA 3 Динамички вот здесь Двухватные Но они видите достаточно маленькие И в общем то как я говорил Звука здесь для геймерской машины Не хватает То есть добавили бы лучше Ну 4 динамики чтобы было Вентиляторы Вот здесь находится Здесь система охлаждения Они достаточно толстенькие Но диаметр у них не очень большой Выдувается весь горячий воздух назад И всего две как ни странно Теплотрубочки большие Все это дело охлаждают Справа у нас находится процессор А слева видеокарта И все это дело у нас работает Ну вот как вы видели На пике там 90 градусов В играх Но в целом где-то 80-85 А вот в стресс-тесте Если Ну у меня жесткий стресс-тест То там уже частоты бывает Подсбрасываются То есть здесь уже есть намек на перегрев Здесь 94-93 градуса Но в жизни такой сценарий нереалистичен Итак гигабайт P57X V7 Что я могу сказать в итоге про ноутбук У него достаточно приличного качества дисплей И очень хорошо что IPS матрица У него хорошая производительность Хорошо что здесь не Max-Q дизайн А полноценная 10-70 видеокарта Производительность на уровне Мне не очень понравилась клавиатурка То есть могла быть получше Корпус ну строгий такой на любителя В общем-то ничего с ним особенного нету Просто черный красивый такой корпус Без каких-то олиповатых деталей Легко в обслуживании Легко снимается нижняя крышка Легко можно добраться до всех основных узлов Система охлаждения Ну в общем-то справляется В играх 80-85 градусов Ну стресс-тест там 95 Ну и ладно Можно вытащить DVD-привод Что очень замечательное решение И установить второй контейнер Это круто, правильно что сделали Другой вопрос Что-то вообще шикарно было бы Прям я был бы в восторге Если бы он выдвигался сбоку И была бы еще опция Установить туда модуль С дополнительным кулером Чтобы еще получше Поохлаждать все это дело Вот был бы вообще просто шикарнейший Ну а в целом Гигабайт P57X V7 Ноутбук такой средней руки Средний геймерский ноутбук То есть он не хватает Звезд неба Здесь нет никакого вау-эффекта Там что-то сногсшибательного Но каких-то явных недостатков Здесь также нет Питается от вот такого блока питания На 200 ватт Весом чуть меньше килограмма Стоит ноутбук примерно 127 тысяч рублей Что для семнашки с IPS экраном И такой начинкой Весьма хорошая стоимость То есть это отличный выбор Для тех Кому нужен вот Утилитарный игровой ноутбук Вот хочу играть А свистелки особо не нужны Ну а я на этом с вами прощаюсь До новых встреч И всем пока Ну да Я в курсе Что наверное от гигабайта Всем более интересно Было бы на Аорусы Новые посмотреть Но Аорусов мне почему-то Не прислали А прислали Пи-57 Я на самом деле Сам слегка был разочарован Вначале думал Ооо он не такой прикольный Как мне кажется Но на самом деле Он вот на удивление Оказался Достаточно интересной машинкой Здесь даже не так Он стоит хорошо Вот за эти деньги Он достаточно хорош Вот если бы они Выкатили прайс За него там 1150 Вот это была бы катастрофа А так Вполне себе нормальный аппарат